Мы все в пенсионном возрасте, некоторые не танцуют, а некоторые танцуют профессионально. Валентина Антиповна, в профессию ведь не пускали, если человек не умел танцевать. Нет, нас учили, конечно, конечно. Всегда балетный класс существовал не как танцевальный, а всё-таки выправка нужна, и поэтому занимались спинкой, как держать голову, готовили к разным ролям. Поэтому частично и балетные какие-то были упражнения. А в какой-нибудь из ролей приходилось вам? В отце Сергея танцевала на балу. Бал? Да, с царём, которого исполнял стрижельчик. Но так как репетировала его жена со мной прямо тут на площадке, то так урепетировались, что когда началась съёмка, уже сил не было, я задыхалась. Дело в том, что, конечно, дыхание, костюм тяжёлый. Ну вот, профессия обязывает. Вот, Виктор Владимирович, или вы предпочитаете, как вас, дядя Витя, как ваши партнёры по футболу? Дядя Витя, да. Дядя Витя с дыханием всё в порядке, он в футбол играет. И ходит ещё с этими скандинавскими... Да, скандинавская ходьба. Теперь она называется «Северная». У меня руки слабые, я не удержу палки. Я и так хорошо хожу. Пока. Насколько я понимаю, вокруг Кремля у вас маршрут. А как же. Без всяких палок, зато вокруг Кремля. Круг вокруг Кремля, а большой круг, когда я иду через Большой Каменный мост, мимо Третьейковки, такой чистый город, выхоленный, и убрали все изгороди, заборы, какие-то запреты. И теперь можно ходить и просто наслаждаться городом, который назывался Москва, потому что ещё остались какие-то вещи, старинные дома, не все ещё отреставрированы. Это такая красота, какие-то кривые улочки, чудо. Чудо. Изучаю центральную часть Москвы. Мы с дочкой всегда шутим. Она говорит, мама, для меня Москва – это вот бульварное кольцо, Белый город. Я говорю, я зашла дальше. Мы ходим на Большую Екиманку. Там светский парад есть, такой клуб. Школа бальных танцев. Школа бальных танцев исторических. И вот там мы ходим вместе и танцуем, и участвуем на всех балах. Так что мы на месте не сидим, у нас постоянное движение. Но это всё Московское долголетие организует. Да, да. Именно эта организация, как бы, она... Это всё идёт по линии Московского долголетия. Курирует вас. Да, курирует, да. Вот видите, Валентина Антиповна, у вас всего один был бал. А вот у дяди Вити с Олей, у них прям череда целых балов. То есть у них не жизнь, а праздник. Конец. И всё-таки, как это выглядит, условно говоря, технически? Вот если я захочу записаться и прийти, то есть куда я прихожу, кому прихожу? То есть вот как это всё происходит? Происходит очень просто. Вы приходите в ЦСО, там есть человек, который сидит и спрашивает, что вы хотите. До чего мы дожили. Да. Вам какое направление? Вы будете рисовать, готовить, лепить, шить, психология и так далее. И вот эти все направления, ты сам выбираешь, что тебе подходит больше всего. А можно выбрать только одно? Нет. Нет, абсолютно нет. Ну то есть это как в советские времена, я помню, у нас были как кружки. Да, да, совершенно верно. Это кружок поинтересован. Да, да. Так же и здесь, кружок именно поинтересован. Что вам ближе? И каждый выбирает по своему направлению, что ему больше всего нравится. Валентина Антимовна, вот вы человек сцены, да? То есть человек, который, ну давайте называть вещи своими именами, стеснение. Вам не знакомо в том смысле, что... Знакомо. Нет, ну вы привыклись все-таки вот выходить... Вынуждено, да. Да, работать на публику. Привыкли, что вами восхищаются, вами любуются. Поклонники, там, ухажеры, фанаты. Ну как, что? Это вы размечтались, ладно. Да, ну, не надо. Вот не надо. Мы, советские артисты, ничего этого не получали. Это все было строго, дозировано, с этикетом. Здравствуйте, спасибо, и все. Дело в том, что сейчас распустился народ, прям подходит, хватает тебя в охапку. И ты думаешь, елки-палки, не захватчики ли? Но, правда, в моем возрасте уже пожалеет тот, кто захватит. Ой, ладно. Да, да, да. Объясняются в любви, как ни странно. Молодые мужчины. Почему? Лет под 60. Опа! Вот это да. Меня это поражает. Я говорю, да ну, ну не может быть. Показывают в телефоне, я у них, и хороший портрет, которого я не видела. Там список ролей, портретные, какие-то вещи просто меня потрясают, потому что красиво, правда? Я никогда не знала, что я была красивая, правда, правда. Вы сейчас красивая? Сейчас, конечно. Нет, нет, нет. Скажите, Ольга Владимировна. Кто это скажет такой даме, как я, что она некрасивая? Уже пора говорить все, и только хорошее. Вот, я с этого и начал, что вы человек, который привыкли вот себя держать с людьми. Вот держать, да. Вот вы-то, когда пошли туда, вот не было какого-то зажима, стеснения. Вот я честно про себя могу сказать. Я бы не решился пойти учиться танцевать, сказали бы. Пенсионеры вот танцевать не умеют. Вот смотреть там, я не знаю. Вот в вашем случае. У меня был какой-то опыт, поэтому я была уверена, уверенно себя более-менее чувствовала. То есть вы вообще в принципе человек уверенный, или вы себя уверенно чувствовали в плоскости танца? Да, была уверенность, потому что я занималась во время, ну, школьные годы, я танцевала именно в спальные танцы. Ну, вы рассказывали, да. Ну, да. Ну, а вы, у вас тоже не было? У меня стеснений не было никогда. Вообще никогда. Почему? Вот он, этот человек. Я просто отвечу, почему. Почему не было? Потому что по тому, кем я работал, и с кем я работал. А кем вы работали? Кем я работал? И с кем? Дело в том, что я ЗИЛ отдал 50 лет. И начиная с простых должностей, простого, дошел до уровня начальника технологического управления. Это контакты постоянные с людьми, которые собирают автомобиль. И отсюда стеснений не было, потому что я человек заинтересован в том, что он научится. А здесь тогда никакого нет. А большой там коллектив, сколько людей было вот в этом? У нас было три группы. Группа новичков. А сколько в группе людей? В группе было человек по 20. Ого. То есть так. У нас есть посиделки, так называемые. О, чаепитие. Чаепитие. Да. Мы им это так называемые. Ну, если у кого-то какое-то событие, ну, в день рождения или какой-то это самое, то приносят исключительное вино, и то в количествах очень маленьких. Просто мы уважаем друг друга. И вот даже в последний раз мы встречались, то мы даже спели чего-то такое. Ну, это прекрасно. Это сплочает людей. Мы уже более откровенны друг перед другом. И поговорить можно о чем угодно. Мы же разговариваем на любые темы там. Ну, потому что у каждого набор свой. И производственный, и домашний. А тут все-таки разные люди. Из разных профессий. Наверное, конечно. Совершенно верно. Еще у многих интересное прошлое. Люди где-то жили, где-то работали. Так что интересов очень много. Я так понимаю, что поскольку вы появляетесь вместе, то люди предполагают, что вы пара. Или я ошибаюсь? Предполагают. Многие даже поздравления присылают иногда. Когда вот увидят красивую фотографию, мы стоим вдвоем. Особенно с цветами, если. С цветами, если стоим, то все. Наконец-то. Да, да. Они все говорят, поздравляем, поздравляем. Я говорю, с чем? Ну, как же. Вот фотография, на которой вы прекрасно выглядите. И видно, что это как раз та семейная пара, которая должна показывать всем пример. Ну, я насколько понимаю, что вот в таких центрах притяжения районных, как вот эта гармония, там ведь и случаются такие союзы, что люди сперва танцуют-танцуют, а потом в расы. Дотанцевались. Дотанцевались, да. До ЗАГСа. Вот вам пример, последний случай. У нас в светском параде, куда мы ходим заниматься, буквально неделю тому назад мы отмечали, как раз первое расписалось, пара появилась молодоженов. Наши ровесники. И все, теперь они муж и жена. Ну, имейте в виду, что вы все-таки решитесь, мы сделаем сюжет про... Хорошо, мы подумаем. Я думала, свадьбу. Мы тоже будем ждать. Хорошо, Евгений. А ваши близкие как относятся к вашему лечению? Мои близкие, я контакт имею только с своим внуком. Внук не представляет, что такое бальные танцы, потому что он из другой эпохи. Для него это непонятно. Ну, у меня с внучкой то же самое, потому что, когда я увидела, до чего дошли, она живет в Греции, значит, на полу, как солдаты, шарах, туда-сюда, я в ужасе вернулась, молчу. Она говорит, бабушка, тебе понравилось? Я говорю, ты понимаешь, как-то я привыкла, что танец – это над землей. Это такое парение. Человек жаждет быть выше, легче. А вот когда... Не понимаю. Но преподают. Идут заниматься. Идут все ленивые, которые до балета не дотянутся. А это могут все. Жалко. Мне жалко. Я воспитана иначе. Вот бальные танцы – это понятно. Это добрый какой-то 시간. Спасибо. Спасибо. Потому, что сигнал «Б Какая.